Сегодня мы будем путешествовать по Кармелим. Так называется широкая прибрежная полоса от Нитании до склонов горы Кармель. Район славится своими винодельнями и винными погребами, гостеприимными друзскими веселениями и прекрасными песчаными пляжами у городов-курортов Нитания и Кейсария. Но более пляжей Кейсария знаменита своей историей. Территория древней Кейсарии сейчас национальный парк. Здесь раскопан роскошный город римской эпохи, византийские и средневековые постройки. Это место на берегу Средиземного моря известно с 3 века до н.э. как башня Стратона, небольшая финикийская деревня. В 31 году до н.э. римский император Кесарь Октавиан Август передал ее царю Ироду вместе с другими землями, ранее утерянными иудеями. Царь Ирод очень хотел укрепить свое государство и построить на берегу Средиземного моря порт не хуже Александрийского. 12 лет он строил город и назвал его Кейсария в честь императора Августа. Город-порт с большой искусственной гаванью, построенный в 10 веке до н.э., стал одним из крупнейших Средиземноморья, а после падения Иерусалима административным центром и резиденцией римских прокураторов. В очередной раз Ирод оправдал свое прозвище Ирод-строитель. Почти настоящий, живой или виртуальный царь Иудеи с удовольствием сам рассказывает туристам о своих достижениях. И пока под моим контролем и выход в море в Кейсарии, и окружающие нас пустыни. И я советую моим врагам поумерить свой пыл. Желая поразить своих римских покровителей, Ирод на самой высокой точке Кейсарии построил храм, который назвал «Честь Августа и Ромы». Это красивое здание было первым, которое видели все, прибывающие в этот порт. Но святое место пусто не бывает. В византийскую эпоху на месте храма Августа и Ромы была построена Византийская церковь. Здесь принимал христианство римский император Корнелиус. При арабах на этом месте была мечеть, а в эпоху крестоносцев – кафедральный собор Святого Петра. И остатки всех строений сохранились на древней храмовой площади. Кроме этого, археологи раскопали римские амфитеатры на 4000 мест. Не самый большой, но зато используемый и поныне. Развалин роскошного дворца самого Ирода. Из-за землетрясения он почти весь ушел под воду. И стадион, и подром II века. Царь Ирод, судя по всему, был большим любителем спортивных состязаний. На ипподроме в Кейсарии проходили скачки на колесницах. Кстати, именно здесь впервые, кроме золотой, победителям вручались серебряные и бронзовые медали. Это происходило на Олимпийских играх, которые проводились в Кейсарии раз в четыре года параллельно греческим. Сохранились остатки римских и византийских улиц, водостоки, дома с мозаичными полами и греческими надписями. В домах Кейсарии были водопровод и канализация. Кроме этого, в городе были общественные бани, термы. Все это требовало огромного количества пресной воды. Одно из самых грандиозных и впечатляющих сооружений – знаменитый 40-километровый акведук. Тот самый водопровод, сработанный еще рабами Рима. По нему в Кейсарии подавалась вода из источника в горах. В низких местах возводился верхний акведук, напоминающий арочный мост. А в горах прорубался тоннель – нижний или подземный акведук. Часть его под названием Мейкедем древние воды открыты для туристов в парке Алон, 24-х километрах от Кейсарии. Византийцы расширили реки Кейсарию почти вдвое. Но обли города практически не изменили, чего не скажешь о крестоносцах, которые захватили город в XI веке. Во главе с Людовиком IX святым рыцари превратили Кейсарию в мощную крепость. Римский амфитеатр стал бастионом, порт – цитаделью. Города кружили новой стеной, сорвом и сводчатыми стражевыми башнями. Ворота со входом и выходом под прямым углом прорваться было непросто. Тем не менее, в 1265 году египетский мамилюкский султан Бейбарс после долгой осады овладел городом и окончательно его разрушил. В XIX веке при турках боснийский шейх взорвал последнее напоминание о былой славе – маяк крестоносцев и построил на его месте мечеть. Говорят, пролетая над этой мечетью, которая одна и была видна на берегу, летчик случайно увидел развалины большого города. Так и Исария начала свою вторую музейную жизнь. Поселок Бениамина, недалеко от подножия горы Кармель, основан в 1922 году и назван в честь французского филантропа барона Бениамина Эдмуна де Рольчильда, открывшего в поселке небольшую фабрику духов. В 30-е годы фабрика закрылась, и спустя 20 лет в заброшенном здании обосновалась небольшая винодельня Элиас. Но возрождение Бениамины снова связано с пришельцами, на сей раз из Голливуда. В 80-е годы два голливудских продюсера, владельцы компании New Image, Ави Лернер и Дани Димпорт, приобрели завод и все здесь изменили. Они назвали винодельню Бениамина, заменили все старое оборудование на новое и современное. Вино, которое начали здесь производить по новой технологии, ценится в Израиле и по всему миру. У него много дипломов и медалей международных конкурсов. Непритязательный отдых и удовольствие. Прогуляться по Бениамине, послушать рассказы о бароне Ротшильде и истории виноделия в Израиле. Попробовать сладкий, немного терпкий виноград, который скоро или не очень, в зависимости от сорта, превратится в прекрасное вино. Продегустировать его в центре для посетителей, который расположен как раз в здании той самой бывшей фабрики духов. Две деревни, Далия-эль-Кармель и Усфия, в центре Нагорья Кармель, очень древние и по разным названиям известны шестого века до нашей эры. Друзы поселились здесь в 17-18 веке, во времена атаманской империи. Название Усфия, а слово Ассифа. Здесь сильные ветры, а по-арабски Ассифа – это ураган, буря. Деревни нашли древнюю синагогу с красивой мозаикой на полу. Она теперь хранится в музее Израиля. Тогда же нашли свидетельство, что это место в Танахе называлось Хасифа, что тоже означает ветреный. Так что название места сохранилось в древности. У нас относительно большой поселок – 11 тысяч населения. 80% друзы, 15 – христиане, 5% – мусульмане, даже евреи есть. Друзы – очень своеобразная община со своими обрядами, молитвами и праздниками. Они говорят по-арабски, но от фундаментального ислама откололись еще в IX веке. Брак у друзов моногамный. Галилейские друзы – отличные солдаты и лояльные граждане, но женщины – известные мастерицы. Это особая ручная работа, которой занимаются друзки в Галилее. А сколько времени уходит на такое платье? Почти неделю. Национальные украшения, одежда, дарбуки, традиционные ударные инструменты, нарды, плетеная мебель – всем этим завлекают туристов многочисленные лавки. А трапеза в местном ресторанчике гарантирует ни на что не похожие кулинарные впечатления. В Усфии можно остаться на ночлег, и это отличная возможность ближе познакомиться с бытом друзов. Здешние домашние гостиницы – циммеры – это практически большой друзский дом. Мы попытались сочетать современное удобство с этническим стилем и традицией. Вот здесь у нас комната, которая есть в доме каждого друза – восточная диванная. Это место, где принимают гостей. И комнаты, конечно, оформлены в национальном русском стиле. Ну а пейзаж, открывающийся отсюда, наверное, в стиле вечности. В ясный день, по словам нашего гостеприимного хозяина, видны все горы Галилеи – Хермон, Роша-Некра, Тавор. А внизу – национальный парк на склонах горы Кармель, давший название этому прекрасному месту на карте – Кармелим. КАРМЕЛИМ 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 КАРМЕЛИМ